Добрый день, это Science Daily. Новости науки и техники. Команда исследователей, связанных с несколькими учреждениями в Китае, разработала мягкого робота для исследования самого глубокого места на Земле – Марианской впадины. Одна из проблем глубоководных подводных аппаратов связана с колоссальным давлением, которое оказывает на аппарат толщей воды. Корпус должен быть проектирован и сконструирован таким образом, чтобы выдерживать давление в сотни раз превышающее нормальное атмосферное давление. Это выливается в высокую стоимость создания глубоководных аппаратов. Китайские исследователи нашли решение этой проблемы, создав мягкого робота из полимерного материала. Он похож на кальмара или ската и перемещается, работая крыльями-плавниками. В основе движения крыльев искусственные мышцы. Приложенный электрический ток заставляет мышцу сокращаться, подтягивая крыло вверх. Ослабление тока позволяет крылу вернуться в свое первоначальное состояние. Ученые сначала протестировали своего робота на глубине более 3000 метров в Южно-Китайском море. Мягкий робот был опущен на глубину роботизированной рукой подводного аппарата, где продемонстрировал свободное плавание с машущими плавниками. А затем робот был доставлен на глубину 10900 метров в Марианскую впадину. И даже там электроника робота сработала как надо, позволяя ему свободно плавать, несмотря на колоссальное давление. Секрет оказался в том, что вместо того, чтобы упаковывать всю электронику в один корпус, ученые наоборот разделили ее на отдельные компоненты, что привело к снижению нагрузки на каждую отдельную часть в несколько раз. Возможность создания недорогих автономных или управляемых роботов для исследования глубоководных зон позволит нам узнать больше об обитателях морских глубин. И кто знает, какие еще тайны удастся открыть человечеству. На нашем канале всегда самые свежие новости из мира науки, техники, технологий и космоса. Оставайтесь с нами! Продолжение следует...